Хотите убрать объемный живот, но не получается? Потому что вы пробовали и в тренажерный зал ходить, вы пробовали и на диете сидеть. В общем, чего бы только не пробовали, а живот по-прежнему остается с вами. Смотрите это видео до конца, и я расскажу вам несколько вещей, которые обязательно нужно знать человеку, который раз и навсегда хочет избавиться от проблемы большого живота. Здравствуйте, друзья мои! Меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы с вами учимся избавляться от патологий, состояний и диагнозов с помощью нутрициологии. Итак, если вы смотрите это видео, значит битва с вашим животом вами не раз была проиграна. И я сейчас хочу вам рассказать и показать, почему вы эту битву постоянно проигрываете. И для этого нам надо понять, как работает организм, как он устроен и откуда берется этот жир на животе. Итак, для начала предлагаю, во-первых, принять, что организм это единое целое, и бороться только с животом в едином организме, это битва проиграна. А во-вторых, принять тот факт, что плоский живот всегда вояется на кухне. И если вы ходите в тренажерный зал и убиваете в тренажерном зале, но не обращаете внимания за тем, что вы едите, когда вы едите и как вы едите, битва опять будет проиграна. Начнем, пожалуй, с того, что жир висцеральный на животе это эволюционная ловушка. Дело все в том, что природа дала нам эволюционный механизм для выживания. И чтобы понять, как работает этот механизм, нам надо заглянуть в биохимию нашего пищеварения. Итак, для начала давайте разберемся, что такое висцеральный жир. Висцеральный жир – это жир, который обволакивает ваши внутренние органы, и, следовательно, в районе талии вы начинаете увеличиваться в размерах. Так называемый спасательный круг. Он образуется у нас не просто так, потому что это именно тот вид жира, который организму очень легко достать и переработать. То есть висцеральный жир – это метаболически самый активный орган. Потому что если организму нужна энергия, то гораздо легче ему взять ее как раз вокруг органов и стали, чем, например, с бедер. Почему организм использует висцеральный жир в качестве энергии? Давайте немножечко вернемся назад. Вот как нас придумала природа. Дело все в том, что эволюционные механизмы даны нам не просто так. Когда у нас не было доступа к супермаркетам и холодильникам, в это время у нас были периоды голода и периоды пира, так называемого. Так вот, пир – это, естественно, лето, это доступ к овощам, к фруктам. А зима – это как раз голод. Это тогда, когда, ну, если там выкопал какой-то корешок, хорошо. В основном доступа к углеводам не было. И вот за лето организм должен был успеть запасти запасы в виде вот этого висцерального жира, который зимой он мог использовать, и это позволяло ему прожить зиму. Как образуется этот висцеральный жир? Дело все в том, что каждый прием пищи у нас сопровождается выбросом гормона инсулина. Инсулин, главная задача инсулина – это взять глюкозу из крови и затащить ее в клетку, грубо говоря. Мы поели, инсулин поднялся, и падать он будет часа 4. Но если мы поели, он поднялся, и только начал падать, мы опять поели. Он опять по верхам, он опять по верхам, он опять. И он всегда у нас вверху. Потому что все вот эти наши множественные перекусы постоянные, сахаров много. Я уже сказала, что главная задача инсулина – это глюкозу из крови доставить в клетку. Потому что глюкоза в крови – это очень опасное состояние. Она засахаривает ваши белки, гликация это называется, и много бед приносит в последующем для организма. Поэтому инсулин должен утилизировать глюкозу. Но когда инсулин часто стучится в клетку, потому что вы поели, он высокий, он не успел опуститься, и он постоянно стучится в клетку, клетка перестает на него реагировать, появляется так называемая резистентность. Это первая причина, то есть частое дробное питание. Вторая причина – это много углеводов и сахаров в рационе, которые не успевают утилизировать инсулин. И третья причина – это фруктоза, много фруктозы. Дело все в том, что у фруктозы другой метаболический путь утилизации, в отличие от глюкозы, и она не нужна никакой клетке нашего организма, она сразу летит на утилизацию в печень и превращается в жиры. Так вот, все вот эти три механизма когда-то помогали нам выжить, а сейчас генетически начали работать против нас. И сейчас, когда мы имеем доступ к питанию, ничего не делая, ну то есть не двигаясь фактически, у нас малоподвижный очень образ жизни, когда у нас очень много углеводов и сахаров в питании круглогодично, когда у нас очень много фруктозы, потому что ее сейчас пихают даже в продукты типа здорового питания, то, конечно, мы будем набирать этот висцеральный жир. И это уже не будет способствовать выживанию в периоды голода, потому что у нас их просто нет. Это будет способствовать висцеральному ожирению, это будет способствовать инсулинорезистентности, сердечно-сосудистой несостоятельности, сахарному диабету и так далее, вплоть до онкологии. То есть вы спросите, а что делать? Что, физические упражнения нужны? Конечно, нужны. Я для этого вам приведу такой пример. Я ходила на массаж как-то раз, и мне мой массажист в процессе массажа рассказывает, что он говорит, представляешь, похудел на 17 килограммов, месяца за 4-5, я говорю, а что делал? Он говорит, ничего не делал, просто машину продал. И на работу, и с работы я теперь хожу пешком. На работу 40 минут, с работы 40 минут. Иногда говорит, я опаздываю, приходится идти очень быстро. И вот фактически только это одно способствовало тому, что он похудел. Ну, в общем-то, все тело. Поэтому, конечно, движение нужно. Но не такое движение, как мы себе понимаем, потому что когда человек имеет большое живот, и он начинает, например, качать пресс, и он его не качает постоянно, он его покачал один раз в день, ну или там каждый, например, день, и думает, я молодец, но живот никуда только не уходит. Так вот, движение должно быть постоянное. То есть каждый час вы должны встать и что-то поделать, потому что это активирует все ваши процессы, это доносит кровоток, а следовательно витамины, минералы, питательные вещества до клеток тканей и органов. Ну и, в принципе, это, конечно же, запрос на энергию, потому что особенно после углеводного приема пищи надо обязательно встать и подвигаться, потому что эти углеводы таким образом утилизируются на то движение, которое вы сделали. А если, например, вы поели, особенно если были углеводы, и после этого сели в кресло, сели за компьютер или легли на диван, то, конечно, эти углеводы не будут утилизированы, и они как раз отложатся у вас в тот самый животик. Поэтому физические упражнения, безусловно, нужны. Но живот, помните, я сказала, ваяется на кухне. Так вот, что нам делать на кухне? И здесь как раз человек как за соломинку хватается за какую-то диету или ищет правильное питание. Еще раз, нет правильного питания. Я топить буду за это всегда. Нет такого понятия, как правильное питание. Есть понятие подходящее питание. И подходящее оно в зависимости от человека, которому мы его рекомендуем. У человека может быть разный метаболизм, разный возраст, разные проблемы в организме, разные непереносимости, разные чувствительности. И от этого будет зависеть, какие продукты мы ему подбираем. Но самое важное, ну то есть я, надеюсь, донесла до вас, что здесь все индивидуально. Но самое важное, что объединяет всех абсолютно людей, это, конечно же, исключение углеводов из рациона. Не надо их полностью исключать, надо их немножечко убавлять, а для того, чтобы наедаться, для того, чтобы не чувствовать голода, потому что голод – это тоже стресс для организма. Про стресс еще отдельно поговорим. Надо добавлять жиров, полезных жиров. И вот когда вы добавляете жиры и убираете углеводы, у вас метаболизм перестраивается на сжигание того внутреннего жира, потому что именно из висцерального жира, природа так придумала, организм делает глюкозу в те моменты, когда у человека зима, и он не может иметь доступа к овощам и фруктам. Представляете, наш организм умеет даже это. Поэтому не надо ввестись на вот эти вот все провокационные штуки, что сахар нужен для мозга, поэтому я ребенка кормлю шоколадом, для того, чтобы он лучше соображал. Соображать он будет хуже, потому что сахар излишний гликирует сосуды, ломает ваш углеводный обмен, ни к чему хорошему не приводит, а вот к животу приводит в последующем. Конечно же, огромную роль во всем этом играет еще и стресс. На стресс надо обращать внимание. Почему? Потому что мы зачастую недооцениваем, что это очень важный фактор в нашем лишнем весе. Он может только один запустить такие метаболические процессы, которые никогда не позволят вам похудеть. Поэтому стресс это очень важно. И еще один параметр, это конечно же сон. Понаблюдайте, как вы спите. Если у вас, например, ритмы не совпадают те, которые за окном и те, которые в вашем организме, организм не сможет похудеть. Не сможет. Поэтому спать надо обязательно ложиться вовремя, вставать надо вовремя, и добиться того, чтобы сон был качественным. Потому что именно во сне мы тоже теряем лишние килограммы. Итак, практические рекомендации. Самое важное это двигаться. Двигаться постоянно, перманентно, не убиваясь в зале, а просто быть в движении. Естественно, движение должно быть такое, что вы, например, прошлись, если то вы прошлись быстрым шагом. Если вы, например, в офисе или дома работаете за компьютером, то каждый час вы встаете и что-то делаете. Очень хорошо здесь работают статические упражнения. Потому что именно они как раз запускают вот тот запрос на энергию, который вам нужен для того, чтобы сжечь излишние углеводы. Любая статика. Это может быть планка, это может быть стульчик у стены. Ну, то есть сейчас упражнений очень много. И вы можете делать это фактически каждый час абсолютно в любом месте. Для этого достаточно выделить 5 минут. Следующий пункт, это, безусловно, питание. И здесь мои рекомендации такие, что мы потихоньку убираем углеводы. Простые убираем сразу. И потихонечку снижаем количество круп, гарниров. И вместо них добавляем полезные жиры. Это оливки, авокадо, это утиный гусиный жир, это сало, это сливочное масло. Вот здесь я бы не рекомендовала налегать на растительные или семечковые масла, потому что они все-таки провоспалительным фактором обладают. И дополнять, сама по себе жировая ткань, это тоже провоспалительный фактор. И добавлять, как бы ее не стоит. Следующий момент, это перекусы. То есть не задирайте свой инсулин. Не держите его наверху постоянно. Потому что именно инсулин никогда не даст вам похудеть. При высоком инсулине это невозможно. Даже если у вас инсулин в норме, но при этом у вас рецепторы уже не чувствительны к инсулину, потому что много было инсулина в их жизни, вы не похудеете. Похудеть при инсулинорезистентности практически невозможно. Поэтому 4-х часовые интервалы между приемами пищи, все, что не вода, еда. Никаких перекусов. Чистые интервалы. В этом есть еще один плюс, потому что такие интервалы улучшают чувствительность к лептину и разбудят грелин. Это гормон голода и насыщения. Когда вы садитесь есть без чувства голода, ваш организм не готов обрабатывать пищу. И все это пойдет, конечно же, в жир. Прежде всего в висцеральный. Туда организму легче всего откладывать и оттуда легче всего брать. По сути, это все рекомендации, согласитесь, несложно. Для того, чтобы навсегда распрощаться с объемным животом и лишним жиром на талии. Это абсолютно несложно. Это абсолютно не занимает много времени. Единственный момент здесь это регулярность и последовательность. Потому что, когда вы делаете одно маленькое действие, которое ни к чему вас не приводит сегодня, и умножаете его на время, вы получаете колоссальный результат. Чего бы это ни касалось. И, друзья мои, я очень часто говорю, что здоровый организм никогда не будет удерживать лишний жир. Поэтому нам с вами самое главное, это надо идти к здоровью. А жир растает по дороге. И для того, чтобы разбираться во всем этом подробно, последовательно, я провожу трехдневный бесплатный интенсив, который пройдет 6, 7, 8 июня. И на этом интенсиве мы разберем три основных темы, без которых нельзя двигаться дальше. Желудочно-кишечный тракт. Это, естественно, то, как функционирует ваш организм на уровне усвоения питательных веществ и выведения, и лишнего жира в том числе. Гормоны. Мы разберем здесь со стороны гормональной системы, на что надо обращать внимание, как понять, что она уже не в порядке, и анализы. И, естественно, мы здесь поговорим с вами о том, какие анализы сдать, на что обращать внимание, что считать за оптимум, что за референс, ну и на что ориентироваться. То есть интенсив, ЖКТ, гормоны и анализы, пройдет 6, 7, 8 июня. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Это бесплатно. И мы с вами увидимся уже 6 июня, и очень-очень подробно разберем все эти нюансы, которые вам надо учитывать для того, чтобы не только от лишнего жира избавиться, а в принципе, чтобы получить хорошее самочувствие и великолепное здоровье. Друзья, расскажите мне, как вы следите за своей формой. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, возможно, своими успехами или своим опытом. Я надеюсь, что я донесла до вас сегодня, что от живота избавиться не просто какими-то упражнениями, например, и не за 2 дня, не за неделю. Это последовательные рекомендации, которые надо выполнять просто каждый день. Они несложные, они легко встраиваются в ваш повседневный график, но тем не менее, если вы выполняете их каждый божий день, вы уже через некоторое время, максимум 2-3 недели, заметите очень большие улучшения, не истязая себя в зале, не сидя на жесточайших диетах, обычными своими привычками, о которых мы поговорили, если вы внедрите их как привычки, вы будете двигаться к стройной талии и, в принципе, к хорошему здоровью. Обязательно поставьте лайк, для меня это очень важно, и подпишитесь на канал, потому что здесь будет много полезного о здоровье. А с вами была я, Марина Жигульская из Школы Здоровья и Ресурс. До встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова